Законодательное собрание края значительно обновилось, почти на 50% новых депутатов. На мой взгляд, это является вот такой состав, когда есть твердое ядро опытных депутатов, которые уже работают здесь, не один созыв, и новички с новыми идеями, новыми подходами к работе, я надеюсь. Вот такой состав покажет свою эффективность. Я уже говорил, рассчитываю на то, что нам удастся сохранить лучшие традиции парламентаризма, которые сформированы. Здесь у нас в Красноярском крае коллеги заслуженно называют Красноярский парламент одним из самых квалифицированных и успешных в стране. Рассчитываю, что наш созыв справится с задачей поддержания такого высокого статуса. Организационные вопросы работы Законодательного собрания еще находятся на этапе решения. Сейчас депутаты определяются по участию в работе постоянных комитетов. Надеюсь, что в результате у нас удастся сформировать такую профессиональную, сбалансированную команду, ориентированную прежде всего на интересы жителей края. Принимаются решения, в том числе связанные с организацией каких-то выстраивания инструментов межфракционного сотрудничества. Все это, на мой взгляд, становится хорошим залогом, базой для выстраивания конструктивных рабочих отношений в парламенте и отношений с исполнительной властью края. Не секрет, что решению фракции «Единая Россия», которой я представляю, предшествует ряд предварительных процедур, которые состоялись. Вчера было заседание фракции, на которой рассматривались эти вопросы. Но, естественно, что, собственно, избрание зависит от голосования всех депутатов. И сегодняшняя сессия, конечно, такое серьезное доверие и экзамен для меня. Алексей Ильич, а увеличилось количество заместителей в 3-4? В чем смысл? Парламент стал более многопартийным в целом. В него входит на сегодняшний день 6 фракций. Поэтому я предложил вот такое решение, увеличить количество заместителей на одну единицу, для того, чтобы дать возможность партиям, имеющим наибольшее представительство в законодательном собрании, предложить свои кандидатуры на должность заместителей. Что, собственно, и произошло при выдвижении кандидатов. И в дальнейшем голосованием депутаты вот такую модель подтвердили. До конца года какие самые главные задачи? Нам придется вот сейчас с колес входить в вопросы корректировки бюджета. Этот документ уже готовится правительством. И вновь сформированные комитеты должны будут отнестись к этому на сессии, которая пока предварительно планируется на конец октября. Ну и, собственно, вопрос внесения бюджета на следующий плановый период. Это работа, которая предстоит уже вновь избранному составу законодательного собрания. Есть какие-то процедуры обучения депутатов? Вот раньше, по-моему, в горсовете такая практика была, да? То есть, чтобы они знали, какие процедуры, как голосовать, чтобы, ну, вот как-то их адаптировать. Такие мероприятия тоже запланировано. Еще вопросы коллеги? Спасибо. Спасибо, друзья. Есть еще? Да, НГС-24, Мария Аньшева. Вы, когда выдвигались на выборы, вы рассчитывали на то, что станете председателем ЗАЭС? Ну, мне кажется, что правильнее, когда выдвигаешься на выборы, сначала решить задачу победы на выборах. У нас прошла достаточно конкурентная кампания, в которой результаты были не предопределены. Конечно, я представляю Единую Россию, и партия рассчитывала на высокие результаты. Но в любом случае, в ходе избирательной кампании мы решали задачу формирования народной программы. Наши кандидаты работали в округах и с избирателями. И я лично, в первую очередь, ставил задачу подтвердить свое право на то, чтобы занять место депутата законодательного собрания. Все дальнейшие решения принимались уже с учетом сформированного состава ЗАГС-собрания. Вы ведь в исполнительной власти занимали немаленькую руководящую должность. Вы с нее были готовы уйти, в том числе и на место рядового депутата? Ну, раз я принимал участие в выборах, то это означает да. Потому что заранее эти вопросы невозможно решить. Все очень сильно зависит от исхода голосования, от состава фракций, сформировавших законодательное собрание. Можно узнать, почему решили исполнительную власть сменить на законодательную? Я уже говорил, я занимаю пост руководителя регионального отделения партии «Единая Россия». И эту работу партийную я совмещал с работой в органах исполнительной власти края. Поэтому, собственно, участие в политической повестке края является частью моей профессиональной работы. Для меня это решение не было каким-то сверхнеожиданным поворотом. Это определенная система моей работы в партии, которая привела меня в кресло депутата законодательного собрания. Продолжение следует...